Всем привет, с вами Паня. И в этом видео я вам расскажу о том, как Эли Ди подстроила кражу своей собаки ради собственных подписчиков, ради накрутки, ради хайпа, ради пиара. И обязательно расскажу вам, почему я так считаю. И если вы девочка, девочка лет до 13 и уверена, что Эли Ди не врет, у нее видно по глазам, там и все дела, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Да, и вообще все, досмотрите это видео до конца, не делайте поспешных выводов, делайте уже после того, как вы получите всю информацию, которую я вам скажу в этом видео, касательно этой постановки и почему я так думаю и многие другие так думают. Эти мнения я собрала, то есть, со всех, то есть, я прочитала очень много комментариев, в группах, там, везде. И, естественно, сама очень много раз посмотрела эти видео. Итак, давайте для начала разберем первое, что бросается в глаза, первое, с чего я увидела это. Это была запись в группе. 7 августа в 9 вечера на севере Москвы украли собаку. Собака принадлежит видеоблогеру Эли Ди. Собака снималась на канале Эли Ди собаки. Внешне собаки можно увидеть в любых роликах. Ссылка на канал. Видео кражи, ссылка на видео с кражей. Приметы породы же красный терьер, белая полосочка на морде, окрас белорыжий. Гладкошерстная. Все, кто обладает какой-либо информацией, писать сюда ссылка на группу. Или мне в личку, сюда. То есть, ссылка на ее страницу. На собаке было для с них максимальный репост. И в хэштегах она еще там добавила, пропала собака репост. И Эли Ди. Давайте же поподробнее разберем само вот это объявление. Вам не кажется то, что когда у вас украли собаку, вы бы не писали, что вы там видеоблогер, или вы там известный, допустим, фотограф, неважно. Или дизайнер там. Типа, у дизайнера украли, типа, вот его сайт. Зачем? То есть, даже если там он рисует свою собаку, я не знаю, художника, неважно кого. Я не думаю, что вы бы писали, просто украли собаку, то есть, и следующая уже примета, это то есть, она пишет писать в группу. Она не оставляет ни телефонов, ни своей почты, ничего, а просто писать либо в группу, либо в личку ВКонтакте. Блин, я бы на ее месте не сидела ВКонтакте, не задрачивала эту группу, пока якобы кто-то найдет свою собачку. Я бы, блядь, искала свою собаку, а что еще делать-то? И, вообще-то, максимальный репост. Естественно, этот канал, это все создано, чтобы пропиарить канал, набрать большее количество подписчиков. То есть, за два дня, сегодня я снимаю 9-го, 7-го, вот, вечером она в 9 выложила видео, и со вчерашнего вечера у нее плюс 2000 подписчиков. А в группе там тоже, что-то тоже там плюс 2 или плюс 3000 подписчиков тоже, то есть, очень много на нее уже людей подписалось, реклама ее сработала. Но это очень низко. Я считаю, что очень низко подстраивать такую кражу своей собаки, и, блядь, чтобы у тебя были подписчики. Нет, это слишком низко, это слишком глупо. Так поступают только ебанутые, либо маленькие девочки. Так вот, с объявлением мы разобрались. Теперь я хочу сказать еще пару слов о группе. Мне написали то, что в группе удаляют все комментарии, причем жестенько, так как чистят. Оставляют только, ой, Джанечка, ну иди! И удаляют комментарии, кто якобы видел эту собаку. Также они создали группу помощь Джинни и сделали очень гениальный пост. Прошу не распространять кличку собаки, бор может таким образом управлять песиком. Группа называется помощь Джинни, то есть помощь, кличка собаки. Прошу не распространять кличку собаки. Прислали такую информацию, что ее подружка, ну, скажем так, не подружка, а девушка, с которой она снимала совместное видео, она сказала то, что это постановка, то есть, скорее всего, это обманка, чтобы возбудить поклонников. И она с ней снимала совместное видео, и она сказала, что, типа, она ничего не писала по поводу пропажи, то есть, ну, естественно, липи. Вся информация в видео, она взята не из воздуха, она взята вот как есть, после анализа, со скринов, все это так и есть. Так, давайте сейчас подробно разберем видео, поведение видео и вообще все косяки, которые допустила Эли Ди при съемке, так называемой, краже собаки. Итак, первое, что нам бросается в глаза, так, это то, что на улице темно. То есть, вот я немножечко так наклоню экран, да, на улице вы видите черным-черно, видео было выложено в 9 часов вечера, при условии, что им нужно было куда-то еще доехать домой, ну, допустим, включить технику и выложить, ну, пока оно загрузится, естественно, прошло как минимум полчаса. То есть, собаку украли где-то между 8 и 9 часами, судя по тому, во сколько она выложила это видео. Но в это время не так темно, я не поленилась и сняла для вас, как на самом деле и в Москве, и вообще на улице, как на улице в это время, мы живем с ней в одном часовом поясе, поэтому я не могла на... Всем привет, это Паня, это часть разоблачения Эли Ди. Сейчас я нахожусь на улице. Живю я недалеко от Москвы, в 3 часах езды, и живем мы с ней в одном часовом поясе. Сейчас Google скажет, сколько времени в Москве и в моем городе. Для начала спросим, сколько времени. Сколько времени? Сейчас 20 часов 56 минут. Вот, я никого не верю, тут город Долгопродный, Московская область почему-то не дверь, неважно. Сколько сейчас время в Москве? Москва, сейчас здесь 20 часов 56 минут. То есть вот 9 августа, и естественно нифига не видно. В общем, сегодня 9 августа. И почему-то нихрена не темно, не так, как было в ее видео. Интересно, почему же? Давайте продолжим смотреть. Ну вот, наш день подходит к концу. Нам уже сейчас нужно собирать. Завтра у вас будет интереснейший влог на моем канале. То есть интереснейший влог. Она дала такую небольшую пасхалочку в этом видео. Сейчас вы... Еще я обратила внимание на то, что я не слышала, как он подходит. Я слышала, как будто он вышел из-за камеры. То есть обращаем внимание на то, что оператор... Лицо этого вора не попадает в кадр. То есть оператор резко переносит вот сюда, на уровень, ну, на уровень плеч. То есть лицо не видно. Они же понимают, что с лицом-то все намного проще. Но, а если мы сделаем так, что лица будет не видно? Вот. Пока что остановимся на этом моменте. Я хотела бы разобрать конкретно вора. Никакой человек в здравом уме, и то есть вообще, не будет красть собаку так, что его запалят. То есть она в своем последнем видео сказала... Еще одна ошибка, которую я там, типа, допустила, это то, что у нас была большая тяжелая камера, и она тоже привлекла как бы преступника. Странно, что он накрал мне ее. Но об этом это опустим. Так вот. Он же видел то, что идут съемки. То есть она что-то говорит на камеру, он стоит с большой камерой, снимает, то есть держит ее и снимает. Девушку-собак. Зачем на видео красть собаку? Этого я не понимаю, и никакой преступник это делать не будет. Даже пьяный, блин. Даже в жопу пьяный. А в жопу пьяный ходить не может. Так что... Это еще факт того, что это постановка. И еще хотелось бы обратить внимание на оператора, потому что оператор очень странно, типа, прекратил снимать, типа, он сделал обычно, когда мы снимаем видео, да, и когда кто-то проходит мимо. Ну, прошли, прошли, сейчас заново, типа, скажу или сделаю, или вывяжу вообще это. Либо же мы делаем вот так и выключаем камеру, либо выключаем камеру, ждем, когда она пройдет, либо просто опускаем, ну, и поднимаем. А тут сделано очень хитро, что... То есть только половина тела в кадре, там, где лица не видно. Так, далее. Это кто у вас? Это собака. Обращаем внимание на то, как ведет себя собака во время поглаживания. То есть... Фигулка тоже видно, да? То есть собака не понюхала руку. Обычно, когда собака знакомится с незнакомым человеком, она прежде всего нюхает руку, а потом дает себя погладить. То есть, вот это косяк. То есть, они видели сегодня, собаке не обязательно нюхать. Какая разница, я тебя уже видела. И собака его опасается. Судя по... Ну, в общем-то, по самой собаке, собаке не очень он нравится, но как бы подойти надо. Мне кажется, что это связано с какими-то неудачными и неприятными для собаки репетициями. Разбираем дальше. Ну, вот тут часть лица попала, все равно в кадр. То есть, пол лица. И обращаем внимание, типа, он спрашивает, можно погладить? Ну, тянется к собачке, естественно. Она говорит, нет, лучше не надо. И разрешает гладить. Она даже не попыталась оттянуть собаку. То есть, опять же, это ее косяк, да, она там признается. Но ты сказала, нет, лучше не надо ее гладить. И при этом ты позволила погладить свою собаку, пьяному человеку, как она потом сказала. Ты могла ее просто оттянуть или взять на руки, или вообще все, что ты перечислила в видосе, если бы ты действительно не хотела, чтобы этот человек погладил твою собаку. Ну, не понимаю, почему ты этого не сделала. Хотя да, это постановка. Так, идем дальше. А сейчас это дорогая собака. В общем-то... Вот тут он выдергивает собаку. И он совершает слишком много лишних движений для преступника. Он нагнулся и слегка присел к собаке, чтобы ее погладить. Он говорил на камеру, то есть, он говорил... Он знал, что ведется камера. Она сама сказала, что камера была большая, и там сложно не заметить. То есть, постановка. И он подождал, пока, типа, знаете... Типа, он ее дернул сначала резко, потом немножко замедлился, подождал, пока собака, ну, дойдет, типа, посмотрел, там вообще идешь, и побежал уже после этого с ней. То есть, ну, а собака бежит так, как будто, ну, вот так все и должно быть. Но тут уже претензии не к собаке. Тихо! Обращаем внимание на двух свидетелей в кадре. Вот они. Она убежала в ту сторону, а вот идут два свидетеля. Вы узнаете, для чего это потом. А теперь мы будем подробно разбирать съемщика видео. Судя по тому, что он сказал, что у них тяжелая техника, и бегать с ней и снимать пейзажи, вот так вот, очень неудобно. Единственное, что мы там должны были увидеть, что он быстро бежал и бежал за преступником, это вот это вот. И все. То есть, мы не должны были видеть пейзажи, которые плавно переливаются. То есть, он просто быстро шел, может быть, легонечко бежал, но стараясь, в общем-то, все снять. Так, идем дальше. И теперь еще обращай внимание на его голос. Он говорит, ты в порядке? То есть, совершенно без адреналина, без какого-либо шока, то есть, с такой радостью, то, что ему, блин, почти смешно. Он меня толкнул. Давай скорее побежали. Вот теперь еще жестче. Давай скорее побежали. То есть, прям вообще весело. А куда он побежал? И опять же, а куда он побежал? То есть, прям чувствуется, смех в его голосе. То есть, он еле сдерживается в этой мастерской, актерской игры. И еще хотела бы обратить внимание, никакой вор не будет воровать у девушки собаку и видеть, что парень-то может заступиться, как бы. Снимай просто, и опустил камеру. Я перестал снимать и опустил камеру. Опускают обычно люди камеру. Вот так, а не чуть-чуть там. Ты видел, хотя бы? Я вот не понимаю, вот сейчас она может ходить, что мешает ей бежать? Она не пролезована, она лежит, не стекает кровью, и она там не ноет, что, ой, блядь, пиздец, я там сломала ногу, руку, спину. То, блядь, она могла спокойно встать и побежать, и догнать этого якобы преступника. Но я не понимаю, почему этого не произошло. Куда он примерно побежал? Да я не видела, я упала, я в последнее видела железку. Что делать? Давай? Полицию нам звонить. Что делать? На телефон, звони. На телефон, звони. Так. Два процента, как всегда, почему? Почему вы не зарядили телефон? Ирония судьбы. То есть, парень говорит так, как будто ему действительно посрать, либо он обдолбанный чем-то, потому что он говорит, да мы целый день ходили, эль. Как будто она предлагает ему еще раз сходить в один магазин, в который они уже были, и типа они уже там везде ходили, по-моему, в магазин. Быстрее. То есть, он тут уже начинает туда водить, быстрее, быстрее. Все. Так, долго набирать номер. Обращаю внимание еще на тот факт, то, что когда она вот звонит, не вижу, у нее не погасает экран, то есть, вот тут вот. У нее вот это пятно, а когда все люди звонят, подносят свой телефончик к личку, экран-то погашается, она этот факт не учла. Опять косяк. Сейчас. Неправильный набрый номер. Конечно. Там было бы хоть слышно хоть что-то. Неправильно набрый номер, она просто это сказала. Естественно, она никуда не звонила. Что значит? Что ты никуда не звонила. Войди в группу. Мне нужно при двух процентах это самая гениальная мысль. Сейчас, сейчас. 3G. А в группе помогут? Это самая гениальная мысль его. Это войди в группу, а потом он спрашивает, а в группе помогут? Нет. Это это слишком логично для меня, по-моему. Я Юле, я могу написать Юле. Я не знаю, я номер телефона не могу написать. Зарейте, она сейчас сделала. Зарейте, надо подключить к Ринжине. Я не понимаю, почему они сейчас вступят, почему они, блядь, не бросили снимать, не бросили это снимать, почему они не побежали, если такое случилось, за этим вором, при условии, что она может стоять, значит, она может и бежать, в конце она побежит, потому что, к этой машине, блядь. Они могла бы сейчас не снимать, не вести, блядь, блок, а пойти и поискать хотя бы свою собаку, позвать, и вместе с парнем обижать все вокруг, а не, блядь, снимать видео. Да нет. Блин, один процент. Так. Да, 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 все, подключилась, сейчас, сейчас, я захожу. Как он тебя толкнул? Блоком, блоком, блин, вот он пропередал, это от меня и толкнул, блин, я почти, я почти, я его догнала, ты понимаешь, почти что. Так, все. Сейчас. Слушай, я же снимала. Охуительный оператор. Это признак охуительного оператора. Блин, телефон сел. Ну, естественно. Че делать? Ну, я заснял же его. Надо посмотреть просто. Запоминаем это, надо посмотреть просто. Так. Он с нами разговаривал? Ну, да, че-то сказал, но я еще камеру опустил вниз, я как бы подумал, мы не снимаем. Продолжи снимать. Снимала, сейчас снимаю. Да, я сейчас снимаю тебя. Так, давай посмотрим, давай посмотрим, что мы сняли, давай посмотрим, что мы сняли и попробуем с кому-то позвонить. Давай, короче, посмотрим, давай посмотрим, что сняли. Так, 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 подожди, подожди. Подожди, подожди. Но мне надо аппаратуру уже выключать же. Да пиздец! Пранк провален! Вот, смотрите, он предлагает, да нам нужно посмотреть просто, да и все. И при этом, а мне надо же аппаратуру-то выключать. Боги. Боги актерской игры, просто вот так вот. Ты потерял собаку, я? Меня бесит этот парень, потому что либо он слоупок, либо, блядь, я не знаю, хуёвый сценарий. Или зачем ещё доводить девушку свою, жену или кто она там? Чё, типа у нас украды собака? Нет, по-моему, он слоупок. Я вот не могу понять, это сценарий хуёво продуманный или он реально слоупок? Чё ты думаешь вообще? Я не знаю, что делать, нет интернета. Она якобы там флакала, уходила, такая... И я не вижу ни одной слезы на её лице. Не делаю. Куда мне писать сейчас, скажи? Никуда не писать. Да, знаешь, что тебе надо делать? Вот так вот стоять посередине парка, где тебя украли собаку, и снимать видос. Вот, что надо делать, это самое гениальное. Всегда, когда у вас... Если у вас украли собаку, обязательно сделайте. Это действительно поможет поискам. У нас есть кабель в машине зарядить? Нет. Ну, знаете, он так сказал. Нет. Да, нет. Вот тебе его допустим. Короче, нам надо узнать, где здесь ближайшее отделение полиции. Мы можем туда сами доедут сейчас. Ну, если у нас на камере осталось его лицо, мы его проще найдём. Если у нас нет на камере его лица, мы его никогда не найдём. На Джине был адресник. Признак охренительной хозяйки, это незнание, было ли адресник на твоей собаке или нет. Не было, было, было. А что он сказал? Он что-то про цену говорил. Не кажется? Ну, тут в какие-то левые сценарии вылазят. Я не помню, он говорил про цену? Да, что ты говорил, типа... Я помню, он спросил, что это Джекрасн-интерьер, типа, что это за пароль. Я сказала, что Джекрасн-интерьер... Я не знаю, я ничего не поняла, я не помню вообще его. Понимаешь? Я его не помню. Слушай, давай видео выложим. Самый гениальный раз. Нам нужен интернет, понимаешь? Нам нужен интернет. Мы сейчас как выложим, блин, видео? Ну, ничего, блин, тормозить? Нам надо иди... Да хватит уже тормозить, ты тут тормозишь и минут пять, блядь. Не надо. Ну, прямо сейчас приедем, выложим... Вот, смотрите, они приедут, выложим. То есть, они ехали до дома. Понятно. Это будет самое быстрое, что мы можем сделать. По-моему, самое быстрое, что они могли сделать, это, блядь, бросить все и побежать за преступниками. Но зачем это делать? Мы лучше снимем видео, выложим, как мы тут, блядь, переживаем, изображаем Ферамиром. А собачка будет рядом просто тусить, которая в кадр не попала. Да, да. Короче, давай, поехали. Я не знаю, просто что еще делать. Блин, у меня земля болит. Да, да, сразу все болит. Снимай, снимай. Вот, обращай внимание, она побежала. Что мешало ей бежать за преступником, встать и побежать, я не понимаю. Прошу заметить то, что я расцениваю это все с точки зрения, как бы, что это реально случилось. Но этого же не случилось. Тут, блядь, столько косяков. Помните, я вас просила обратить внимание на людей в кадрах? Почему-то там были. Как же это свидетели. Вот, она тут якобы начинает плачать. И закрывает все руками. Машину чертого, блядь. И он идет и ее снимает. Он прошел сзади, обошел плавненько, начал снимать. Все, как есть, давай, запусти, поехали. Посмотри, нам нужно хотя бы интернет что-то выложить и скинуть на комп, посмотреть. Вот, пожалуйста, интернет, скинуть на комп. Я вот не пойму, у них один телефон у твоих или что? Так, это мы разобрали более-менее подробно первое видео. Итак, давайте же посмотрим. Я в шоке рыдаю, собаку едем в полицию. Это второе видео, которое мне выложило, по-моему, через два, что ли, часа. Я не помню, не сразу. Какая неудобная, блин, техника. Сейчас попробую. Скажу, признак охуительного видеоблогера, это не умение пользоваться своей техникой. Потому что это... Какая неудобная, блин, техника. Блин, какая неудобная техника. Ой, ой, что-то случилось. Блин, она снимает? Просто, блин, блин, она снимает? Она снимает, интересно, она снимает, 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 снимает. Я не пойму понять. Она снимает? Ну, понять, не пойму понять. Какая неудобная, блин, техника. Друзья, все, кто меня знает, все, кто знает, что я снимаю на ютубе про свою собаку. Меня ее сегодня украли. Вот она якобы заплакала, и я как понимаю, это видео было снято, то есть, сразу после того. И то есть, вот смотрите, она якобы плачет, но ни одной слезы на протяжении всего видео я не увидела там чуть-чуть совсем. Если бы у меня такое произошло, я бы, блядь, рыдала, и я бы не сидела в машине, я бы, блядь, искала свою собату. Правильно, мою собату, мою джину в Москве. Еще прошу отметить то, что она не говорит место, где украли. Ну вот, это очень подозрительно, потому что обычно пишут место, где потерялось, где украли, где что-то еще сделали. Но этого, ну, естественно, нету, потому что это постановка. У меня! То есть, еще вот один прям жесткий пункт, что это постановка, она не указывает точное место. С подного запровоза ее просто увели. Ну, сейчас едем в отделение полиции, ближайшее, которое нам подсказали люди. И сейчас я, наверное, должна быть там какие-то... А, еще, по-моему, 7-го числа в Москве был дождик. И там, по идее, фонари должны отражаться от асфальта, и, то есть, там должно быть мокро. Но там не было мокро. Извините, не в тему. Я не знаю, рассказать эту историю. У меня такая каша просто в голове, я не верю, что это произошло. И мы сейчас смотрели запись на камере, я надеялась, что там будет видно лицо похитителя. И нам не было видно, просто, просто не было видно. Я выложу обязательно это видео. Ну, делся не было. У него пахло алкоголем, он, конечно, и пьяный был. Пахло алкоголем. Почему вы, двое трезвых, не могли догнать одного пьяного человека? Да и, блин, он был не настолько пьян, что прям от него пасло. Обычно пахнет от прям алкашей жестких, когда они вот, ну, напились, и чуть ли не идти не могут. И он взял мою собаку, просто выхватил поводоку и убежал. Я ничего сделать не могу. У меня еще как на злой сел телефон, блин. Я не могу ни позвонить, блин, ни написать группу. Вот интересно, у них один телефон на двоих, они, что, блядь, я не заметила по их видео, что они, блядь, бомжи, и у них нет денег на второй телефон. Так что это все пиздежно, она могла взять телефон парню. Ах, груди, у меня что-то, потому что она объявила, что случилась такая пизда. Я не знаю, что делать. Это просто, я не представляю, что такое могло произойти. Он просто подошел, он просто задавал вопросы. Что это, типа, какая порода, вот он выхватил. Я просто, я даже смотреть на это не могу. Не могу. Я не могу, я надо еще собрать мысли в кучу, там это все рассказать. Непонятно вообще, что будет дальше. Что, где моя собака. Я не удивлюсь, вот, если в этом цирке выплывет такое, что, мол, мою собаку там нашли, нам, типа, позвонили, построить, естественно, этот телефонный разговор. Ну, или скажет, что нам позвонили, там требует за собачку миллион, мне нужна, типа, эта собачка, там, при каких-то там угрозах требует миллион. Нам, у нас там сейчас нет таких денег, у нас сейчас такое трудное время, хоть она и говорит, что ей там никаких денег, там, типа, не нужно ее брать, у нас с нас не будет. И, там потребует, естественно, миллиона, типа, таких денег нету, либо она, там, возьмет кредит, но это совершенно крыша поехала, да, и, типа, будет попрошайничать, типа, помогите, там, собрать на выкуп собачки. Я вот, вот, мне прям, вот, вот чую, что, блядь, такое произойдет. Господи, что за члены? Надо срочно подключать людей. Надо просто срочно... Надо срочно подключать людей. Нужно, я думала. Что думать там надо, блядь, ничего, я не думала. Рядом мне нужен интернеп, я постараюсь зарядить телефон в полицию, может быть, у них у кого-то есть шнурок. Быстрее мы уже приехали, вот уже где-то рядом. И ни одна я услышала, как якобы скуление на заднем плане, и, мне кажется, там вообще кто-то что-то грызет, или у них с машиной что-то не так, ну, в общем, слышится просто что-то на заднем плане, но что неизвестно. Блядь, сейчас без пяти и девять. Вот, пожалуйста, в этом видео без пяти и девять. Я не верю, что так темно без пяти и девять. Потому что я бы ходила на улицу, там не было так темно. Это все, блядь, наглый пиздеж. Блин. Ну, не может быть там так темно. В машине, блин, ну, я не знаю, я не верю в это. Не могло быть так темно. Во втором видео без пяти и девять, которое она выложила намного позже, да, ну, не знаю, как она там их выкладывала, конечно, но я вам сказала уже всю, блядь, это пиздеж. Прям откровенный пиздеж. Как это возможно? Я просто не представляю. Как это могло случиться? Как? Я не представляю. Я обязательно все выложу. Я обязательно выложу. А смысл от этого выложить? Я всегда найду джину. Блин, капец. Это просто... Ну, вот ни одной слезы на протяжении всего видео видно, что у нее что-то там течет из носа. Видно то, что, ну, вот губы слюнявые, то есть, то, что дрожает цвет. А, блядь, слез нету. Где они? Это ужас такой. Даже закатай шорох банок компонов. Присниться мне не могло. Я думаю, что уже скоро. Вот, 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 все, давай. Вот, слушай, да, да, да? Скорее. Ну, так угодно. Давай, давай, иди скорее. Я там ларгую, иди, а-а-а. Блядь, пиздец. Просто Ферамир отдыхает. В общем, я не понимаю, ну, блядь, это пиздец. Зачем это делать? Для хайпа, ну, блядь. Как люди не поймут, что подстроить кражу своего питомца, это еще ниже, чем, блядь, Ферамир там, блядь, ну, на камеру. Догоняй, догоняй. Да, догоняй. Да, догоняй. В общем-то, вот, и давайте теперь посмотрим, что-то я еще хотела посмотреть. А, вот, были в полиции. Вот она вот. Вот мы и дома. Мы приехали только что. Мы были в полиции. В полиции нам сказали следующее. Она это видео выложила. Она сделала пост о полиции, по-моему, в 10, что ли, часов вечера, что они там были в полиции. Когда видео выложено было, я не помню. Ну, это неизвестно, потому что Ютуб не пишет точное время, когда было залито на него видео. Ну, и, соответственно, она написала там, по-моему, пост в 10 часов вечера, что они были в полиции. В полиции сказали вот то, что она сейчас перескажет видео. Ну, и, в общем-то, очень странно, потому что не могло там пройти это все так быстро, что они доехали до полиции, там уже потом выложили видосы, там и то, и все, и 5-10, и приехали домой уже. Во-первых, нужен номер чипа, который... Ну, и еще она не снимала то, что они были в полиции, она не снимала в отделении, она не снимала то, что вот они заходят в полицию. Я не верю. Не верю. Джуна в холке. У нас с собой, конечно же, этого сертификата... Сертификата на чип не существует. Номер чипа, да, но как это поможет отслеживание? Далее она, блядь, ей объяснили, что это не поможет, но ей принял смысл тогда чип ей, блядь, делать, если она даже не знает смысл от него. Нет, это, 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 это вверх. Да, чип не был, потому что мы его не возим с собой. Потом мы вместе с ними в полиции смотрели видео, которое у нас засняло. И к полиции однозначно сказали, что украли собаку из-за денег, потому что там этот парень или мужчина, вообще непонятно, потому что там ничего не видно. Спросил передел, как у меня забрать поводок, дорогая собачка, да, вот прям такую фразу сказала, представляете, и просто выдернула меня из рук поводок. И дальше я вообще просто ничего не помню, просто у меня как-то не оборитировалась дальше. А, я вам скажу то, что джекраслоп вырывать не имеет смысла, и, блядь, уже проще разводить, потому что это достаточно популярная порода собак. И она ни хрена не редкая. Можно, блядь, найти собачку покруче, чем джина. Только на то, что было на камере. У меня просто как туман. Так, ну, срезка, странная, я не знаю, ничего. Просто надо, я не знаю, собрать все силы и попытаться все сделать для того, чтобы найти джину. Я просто уверена, что вы вместе со мной переживаете за судьбу джины. Я переживаю за то, что у тебя аутизм. Единственное, за что я переживаю, потому что, блядь, нормальные люди такой хуйней не занимаются. И я уверена, что многие из вас мне помогут в этом. Камера, протяжись, пожалуйста. Мы в группе, амиграя, пожалуйста. У нас в режиме чрезвычайности. И что? В этом режиме, что? Что? Ничего, блядь. Мы сделали пост. Просто постов. Ленечка, Арнис, Ленечка, Ленечка, Ленечка. Который сейчас в нашей группе ВКонтакте. И вы можете, не выходя из дома, помочь найти мне мою собаку. Просто сделайте репост. Потому что это расходится среди людей. Люди запоминают собаку. Вот делайте репост. То, что она, блядь, видеоблогер. А не, блядь, собаки ее. Блядь, блядь. Она запоминается. Ее пятна характерные. Поэтому я буду очень вам признательна, если вы сделаете репост. Также, также я должна сказать, что мы будем вести обязательно инстаграм. Да, подписывайтесь и туда. У меня там мало подписчиков. Под рукой и быстрее я смогу выложить какие-то новости, чем на ютубе. И при этом она, блядь, пишет, что, мол, пишите в группу. Там я, блядь, почти ночую, блядь, живу. И на самом ютубе не обязательно. Что? Ты ведешь с тобой? Да, спасибо, что испортил. Не, обратись, сколько зарядок. Ну, знаешь, пирамид собачьего мира. Хочешь посмотреть? Из-за этой, короче, своей, какой рыбаха нашел. Я не буду это вырезать, иди в жопу. Свою рыбаху нашел, блядь. На вид столкнулся. Это был брат, не парень, брат. Полиция, что? Шлюха. А сейчас вот эти случаи, вот от таких краш собак, они реально нередко в воскресе. То есть люди воруются, но... Саша, взялись. Это реально сейчас. Там до этого еще круче было. Мне сказали, что у них есть такие случаи по Москве и в области. И, блин, Джина просто еще даже не самая дорогая. Конечно, если уж на то пошло, можно неплохо поживиться, выдернув такую собачку. Но мне, Джины... Да нет смысла вору выдирать собачку на камеру, блядь. Он мог подождать, пока вы закончите снимать, и пока вы идете к машине, выдернуть у вас тогда собачку, блядь. Я ненавидю. У нее нет цены для меня просто. Она мой друг, она мне как сестричка маленькая. Я несу за нее ответственность, я ее люблю. Я люблю свою собаку. Так же, как многие из вас любят своих собак. И я очень хочу, чтобы моя собака вернулась домой, чтобы с ней все было нормально. Ха-ха-ха, блядь, сейчас придет нахуй сама. Здорово, ебда, хозяин. Позволите, это мое видео. Мы вместе найдем Джину, я уверена, что с ней все будет хорошо. Ей, полиции сказали, что... Конечно, сделайте репост, предпевайте мой канал, группу и, блядь, инступы. Пишитесь. Сука, сейчас так я... Зажгнись! Они позвонят нам, должны позвонить, потому что у Джины был адресник. А им, скорее всего, нужны будут деньги. Адресник! Не адресник, не адресник, а адресник! Адресник. У них там эта схема, блин, работает уже давно. Ну что ж не работает? Короче, это... Я не понимаю, как с нами могло это просто приключиться. Как я прозевала этот момент, я расслабилась. Я была уставшая. Мы снимали там... Кто ее, блядь, вот так снимает, сука, блядь, холопати? Это все... Я так хотела, это все. Я даже не знаю, что хотела. Что, собаку запиздили? В общем, я буду... Я что, спешу, нашу чушь, что ли? Держать всем вас в чушь, чтобы выкладывать видео. Буду постить в Инстаграм и в ВКонтакте. Большое спасибо всем, кто помогает, кто поддерживает меня. Я вам очень благодарна. И я надеюсь, что следующее наше включение, оно будет более веселым и с хорошими новостями. Мы приложим все усилия для этого. Как полиция. Спасибо вам. Мы приложим все усилия. Большое. И я жду хороших новостей. Пожалуйста, распространяйте это видео. Я прошу вам засрать всю личку Элеоноре. Я прошу засрать ее всю группу, все комментарии, везде, несколько раз скинуть это видео. Чтобы все, блядь, увидели, какой она ебучий фиромир. И также я не понимаю, зачем она разыграла это все. При условии, что она говорит, если я не найду собаку до сентября, я удалю свой канал. Как бы она хочет, чтобы мы накрутили ей просмотры на всех роликах. А потом, блядь, собака магическим образом... Вау, она дома, блядь, сама пришла. И она дает нам такую пасхалочку некую, что до сентября, естественно, собачка вернется. До сентября она не будет удалять свой канал. Я не вижу смысла в удалении канала, поскольку там 33 тысячи подписчиков. Из-за этих видосов она срубила, по-моему, 2 кастаря подписчиков, а то и 3. То есть, нехеровенько так. А на этих видео у нее есть, то есть, в 2 раза просмотра, чем на всех ее видео. И в группе тоже подписчиков очень много. И я прошу, пожалуйста, распространяйте это видео везде, застрите им все. Я буду бесконечно благодарна, ведь мы все за правильную информацию на YouTube, без всякой хуеты. Всем спасибо за просмотр, с вами была Паня. И не ведитесь недешевые розы.